Добрый день! Стилдивизия 2. Лика номер 5. Дивизион номер 1. Группа А. Вторая игра между ЖКВ и Юджином. Так, Юджин. Новозеландцы. Вангуард. Смотрите, слишком дорогие, слишком малоэффективные стокхаунды в разведке. Без лычечек. Явная ошибка. Огромное количество пушек, как вы видите. Неэффективно собранная пехота. Нет инженеров, ну то есть саперов, которые сейчас так нужны. Странная комбинация элитных огнеметчиков и командира с лычечкой. Оплиты. Но это явная ошибка. Смотрите, у нас тут есть диггеры пиаты, которые тоже самое только с пиатом. Ну и минус 2 агрезгана, которые в данном случае бесполезны абсолютно. Ну, у нас всегда агрезганы бесполезны. Не потому, что они плохие или неэффективны, а потому, что дистанция 100 метров случается крайне редко. Вот. А лишние 2 человека, конечно, хорошо в перестрелках, но все же не такое уж большое преимущество. Танки собраны хорошо. Здесь у нас нет стак-хаундов, которые могли поддерживать пехоту. Нету пулемета, пулемет с лычечкой. Все прям очень так жестенько. Чем противник, то есть чем Юджин собирается контрить 8-8, мне абсолютно непонятно. То есть то, что 8-8 у немцев современной мете будут, я не сомневаюсь. А как он их собирается контрить? Ну, то есть 25 фунтов и все. А где пулеметы? Хотя бы вот, я не знаю, вот так вот. А это вот так вот. Ну, не знаю. Ну, хотя бы вот что-то, да. Приехать и высадиться, пострелять. Ну, может быть, вот так вот. Этот пулемет тоже. Он не очень хороший, он очень дорогой. Но полтора километра приехал, и давай работать по этому 8-8. Дальше здесь все нормально. Здесь у нас, как вы видите, тоже критиковать не могу. Здесь у нас файтер-бомбер, истребитель и два спида файтер-бомбера. Единственное, что я бы взял еще вот какой-нибудь вот такой вот высотник, да. Принимать урон, летать, сбрасывать. Ну, окей. Это у нас Юджин. ЖКВ. Герман Геринг, Вангуард. Что-то странное у нас по воздуху, да. Опять Нурсы. Нету истребителей. Здесь у нас, это понятно, здесь бесполезные флаги. Флаг Верлинги. Много, очень много флаг 8-8. Хочу заострить ваше внимание на флаге 8-8 на снабжении. 160 очков на Б. Крайне дорого. С пулеметами все более-менее понятно, да. Непонятно, зачем ему командант. Я бы еще взял один пулемет на А. 10 пулеметов на А. 10 на Б. Сейчас, мне кажется, это очень хорошая стратегия для немцев с танками. Ну, я согласен, можно использовать и так. Так, здесь мне не хватает еще одной автопушечки чистить всякое. Особенно на стадии С, скажем, да. И по пехоте. Непонятно, почему нельзя пионер. Непонятно, почему делается ставка на Волькверей. 4 МГ, ой, 400 Г не так много. Ну, в общем, какая-то дичь, да. Зачем нужны элитные? Вот этот юнит современной мете я вообще не понимаю. Ну, в общем, ЖКВ не меняется, да. Кстати, вот, смотрите, у него штурм Тигр 1 на А. ЖКВ не меняется. Он всегда такой. Сколько мы уже игру посмотрели, он примерно все время делает одно и то же. И деки собраны у него вот с таким видением. Почему? Я не знаю. Вот он так видит. И примерно играет всегда одинаково. Вот накапление. Накапливается, накапливается, накапливается. Вперед идет уже. Когда абсолютно уверен в том, что противник на карте не существует. Да. Или он имеет гигантское преимущество. В данном случае более легкая дивизия у Юджина. Ему придется так или иначе идти вперед. У него для этого все есть. Много шерманы. Шерманы со звездой для начального удара. Шерманы в длинную. Пехота такая недорогая, но при этом толстая. Да. Ему нужно двигаться вперед. Поджимать противника. Занимать позиции. Не давать ему работать в 8-8. То есть от Юджина требуется максимально быстрая игра. Возможность смена флангов в направлении ударов. Накопление авиации. Да. Шерманы плюс накопление авиации позволяет вам менять направление ударов. Но для этого не хватает фугаза. Нету совершенно пулеметов. Я не понимаю почему. Ну вот Юджин будет, значит, прям идти и идти вблизь. Мы видим стакхаунды на развертывание. Сколько их тут? Раз, два, три. Можно было вполне взять с лучечкой для развертывания. Было бы окей. Одну карточку не взять. Вместо нее взять там высотник. Ну что угодно, да. Вот. Пулемет у нас хорошее место. Понятно. Идем в атаку. Быстро развертываемся. Так, здесь, здесь, здесь. Постреляли. Вроде ничего не забрали. Везде промахивались. Пак 40. И ничего. Хочу обратить внимание ваше. Смотрите. Главная слабость на этой карте синего игрока. Это вот это вот место. Если тебя ударяют вот сюда, вот этот вот холм отваливается. После чего может отваливаться этот флаг. Этот флаг, да. Могут быть проблемы вот с этим флагом. В общем, тебе приходится уходить в оборону в совсем другом месте. И мы видим удар. Сразу же, да. Здесь ничего нет. Вот сюда ничего не поехало. Здесь легкая оборона. Здесь легкая оборона. При этом, как мы видим, ЖКВ с обороной перебарщивает. У него везде, он нигде не пошел в атаку. Везде сидит в обороне. И оборона излишняя. Здесь, кстати, ничего нет. Если бы Юджин вот так просто одним юнитом для разведки бы проехал, мог бы прям полностью обвалить ЖКВ и сделать ЖКВ крайне больно. В любом случае, атака прям великолепная. Сильный удар. Трехзвездочные Шерманы. Двухзвездочные Гоплиты. Ну вот. Зачем он не пошел сначала АПЛИТами вперед. Получить урон, а потом выехать Шерманами. Я не понимаю, зачем он так рисковал. По большому счету, мог и получить сильнее. Особенно, если это был бы не подкалибер, а полноценный выстрел. Здесь понимание того, что у тебя здесь все рухнуло, попытка поддавить с этой стороны. Это я понимаю. Но вот сил недостаточно. Сюда нужно было четверка. Еще для того, чтобы здесь полностью снять. Но и самое главное. Флаг ты все равно не сбиваешь. Это сбитие отсюда противника. Оборона твоего флага. Ну и создание условий для наступления. Но никак не взятие флага. То есть, здесь может быть просто потраченное время. Понимает Юджин, что он пробил место в мягкое подбрызщее ЖКВ. Сюда сразу же заказываются АПЛИТы и Шерман. Вот, заметьте, если бы сейчас здесь были диггеры, да, автопушки бы уже немецкие. Ничего бы им не сделали. Если бы вместо Шермана были вот эти вот самые стакхаунт за 25 копеек плюс диггеры, противнику вообще бы ничего не оставалось, кроме как оффмаппить в бессилии. Хорошо выехали двухзвездочные пазики. Долбанули один Шерман, второй начал отступать. Стакхаунт начал отступать. Но толка стакхаунта, как я сказал, не очень много. 8-8 забрала Шермана. Огромная потеря. Хорошее наступление со стороны ЖКВ. ЖКВ, Юджин перестреливается со сковородкой, явно не хватает микро. Это большая ошибка, такого допускать нельзя. Так, что у нас тут дальше? Если бы вот эти плиты были диггерами, да, автопушки бы уже были не так страшны. Можно было встать в лес и пытаться здесь как-то автопушки подловить. Ну вот, креветки вполне себе сейчас настреливают. Стакхаунт перестреливается с креветкой, шансов креветки больше. Но попадание шутер убит, повезло Юджину. Именно повезло, а не какой-то там тонкий расчет. Вот ЖКВ явно наглеет, у него нет пехоты, автопушки находятся далеко, разведка тут тоже. Поэтому он явно берет на себя больше, чем может утащить. Смотрите, первая четверка сразу же отлетает. Вторая везет в перестрелке с Шерманом. Ну, тут две звезды, в принципе, она и должна побеждать. Стакхаунт никак не может помочь своему другу. Он перестреливается со второй креветкой, уничтожил уже 2-2-2, креветку прям. И еще одну креветку уничтожил. Невероятное везение со стороны Юджина, честное слово. Потому что стоило креветке разок попасть, было бы все совсем плохо. 25 брони, повторяю, 25 брони, не так уж, что много. Минус 6 ПДР, в воздухе бой, выигрывает спидфайр, очень хорошо. 4, 4, самое, хиспановый лоб, так и должно быть. Немножечко затыкает дырки Юджин. Ему сюда надо тащить пехоту, а не туда. Но он не может сделать ничего со сковородкой, с техникой. Поэтому стоит, боится. Были бы диггеры, повторяю, было бы намного все лучше. Вполне можно было занять позицию. Занять вот сюда, встать сюда. Здесь стать этими самыми легкими машинками, которые бы пехоту помогали убивать. Сейчас пехоты, можно было двигаться вперед, выехал машинку, и так встал, да, постреливаешь по Волькюри, идешь вперед, заказываешь еще пехоту. Давай, давай, сюда можно бомбить. И чего не мешает, забить на все остальные фланги. На этот, на этот. Вот, да, хороший размен. ДжКВ повезло с четверками, которые вдвоем ушатали дофига танков. А Юджину повезло с тест-аккаунтом, который остановил автопушки. Вот, но все же Юджин теряет момент победы, теряет возможность победить. Если вы видите, вот это было его абсолютно полный фланг, который он мог прямо сейчас взять и посадить Юджин, это моя ДжКВ на минус 2, заставляя его воевать только здесь. Не позволяя ему двигаться вот в этом направлении, да. ЖКВ полностью доминирует на этом направлении. Он, если хочет, сейчас может снять раз, два, три флага. Для этого ему не требуется ничего абсолютно. Нужно немножечко взять и пехотой пойти вперед. Все, три пулемета, 8-8, сковородка, четверка, пехота. Ничего не остановит. Тотальное преимущество с этой стороны. Вот, Юджин идет вперед, перестреливается пехотой против фульгурей. Приехали сюда еще автопушки, да, креветки. Ну вот, опять же, если бы это были диггеры, и он бы их немножечко вперед, одного сюда, одного сюда, обе автопушки бы уже были забраны. Да, стоящий здесь, этот самый легкий стакхаунд бы, помог бы разобраться с фульгурями. Можно было бы одного подправить, куда-нибудь сюда, вот сюда, да, чтобы он перехватывал с дороги ездящую пехоту. Да, и, конечно же, работать файтер-бомберами, как он и делает, все правильно, но не хватает мощи. То есть, легкая бригада делает правильные вещи более-менее, но если бы она была лучше собрана и лучше бы управлялась, ситуация для ЖКВ была бы критической. Вы, вышедший базик четвертый, разбирает и стакхаунд, и шерман. Развед стакхаунды – огромнейшая ошибка. Именно это, скорее всего, и повлекло поражение на стадии А. Если бы у нас было меньше стакхаундов, если бы у нас было больше шерманов, больше бы легких за 25 этих самых стакхаундов, ситуация была бы в разы лучше, просто в разы. Не надо было бы кидать кубики, надо было бы смело все давить. Файтер-бомбер, сброс, и в ответ летит у нас кластерник. 2-8-8, которых просто нечем убивать. Нечем. Для этого надо заказывать 25 фунтов. Пулеметов мало. В принципе, сюда приехать двумя максимами. Ну, там, что у него заменяет максимами, да? Вот сюда встать, и все. И 8-8 бы забрался автоматически. И я не понимаю, почему Юджин не использует пулемет. Пулеметы сейчас использовать необходимо. Стакхаунд пошел вперед, пытается пострелять по панзершеку. Здесь смешной фугас. Один пулемет, 40 копеек, звезд нету. Да, ты видишь, панзершек, толку от этого никакого. Сковородкин, да. Продолжает сливать Юджин свои шерманы на всем подряд, в перестрелках бесполезных. Ну, окей, приезжает здесь целых три по зону четвертых. Это говорит о том, что ЖКВ точно понимает опасность потери этого возвышенности, да? Сначала сюда приехали автопушечки, да? Сейчас едут пазики. Он боится. Боится и правильно делает. Единственное, что я не вижу, где здесь пехота. Вместо пехоты будут использоваться 2-2-2. Ну, так себе вариант, да? Четверка стоит великолепно, продолжает сжечь технику, как мы видим. Бам-бам-бам-бам. Одна четверка. Класс. Класс. Юджин, молодец. Огнеметчики решили совершить самоубийство. Выбежали, получили в лоб и отступили. А могло быть по-другому? Еще один грузовик потерян на четверке. В этот раз Шерман свое дело сделал. Летят файтер-бомберы наказывать тройки. Хорошо шатает. Ну вот, забрано. Бесплатно. Ну, бесплатно. Просто налетел, забомбил. Отлично. Еще бы, если бы флаг-88 забрал, мог бы еще один танк забрать. Скорее всего. Так. В оборону тыкается ЖКВ. Тыкается довольно глупо. Вызваны 25 фунтовки. Работают по флагу-88. Работают с ограниченной успешностью. Контратака сейчас будет. Пехота пошла вперед. 2-2-2. Видите, 2-2-2. Если бы здесь был тигр, все бы пошло не так. Сковородочка опять хорошо постреляла. Не пользуется он этой дорогой. Не успевает. Огнеметчик. Бегает гренадер, который я говорил. Вот он наступает, называется. Хорошо, он наступил. Что у нас здесь? Все летает, все стреляет. 25 фунтовки бьют. Юджин был вынужден эту сторону наполнять подкреплениями. Иначе все становилось все хуже, хуже и хуже. 25 фунтов сделали свое дело, забрали пулемет. Это молодцы. Это прям та цель, которой они должны были действовать. Бах! И никто не смотрит с укором. Бесплатно. Повторяю, бесплатно. Легкая бригада несет постоянные потери. Она вынуждена воевать на широком фронте. Она вынуждена постоянно ловить непредвиденные выстрелы от всяких там паков 40-х, 88. И это начинает сказываться вообще на всем. То есть, шансов на победу у Юджина практически никаких. Вот, практически никаких. Воевать 88 надо? Надо. Это могут сделать только 25-ти фунтовки. Да. С подбрюшью выгнали. Выгнали, да. Так или иначе. Не хватило юнитов, не хватило правильного использования и понимания деки. Вот. Сейчас можно было бы тут заняться более качественным выбамбливанием. Потому что тут его могут спасти только выбамбливания массовые. Так, так, так. Выбамбил он, кстати, раздолбил артиллерии обе 88. И это было хорошо, правильно. Здесь у нас ЖКВ теперь начал тупить ЖКВ. То есть, получая преимущество, ЖКВ очень аккуратно идет вперед. Да. Это его главная проблема. Здесь накоплено настоящая орда, которая бы, если ты сейчас просто делаешь аклик вперед, противнику теряется огромный флаг, четыре флага. И он уже не может закупать файтер-бомберы, закупать артиллерию, думать, как поточить снабжение. Ему нужно всеми силами будет спасать сюда надземные бойзка. Для ЖКВ самое опасное это сочетание артиллерии и файтер-бомберов, которые сейчас будут все бомбить. Их надо заставить, покупать как можно меньше. Вот ЖКВ вперед не идет, позволяя Юджину камбэкнуться. 25 фунтов вышло на позицию. На самом деле загорелся здесь лес и это сработало, получается. Плюс пулемет вполне возможно, что сковородку спасло именно это. Что мы здесь видим? Мы видим большое преимущество ЖКВ. Он подходит к лесу, расстреливает здесь пехоту, но если бы здесь был пиат, все пошло бы по-другому. Но опять повторяю, что нужны пиаты, особенно против немцев какое-то противотанковое оружие, чтобы вы смогли все эти 222 утилизировать. Вот этого застреливаешь и вполне может быть. Так, помогает себе в обороне артиллерии. Что правильно? Бомбанул. Вот. Не атака вовремя, когда ты имеешь возможность. Точно такая же ошибка, как атака на неподготовленную атаку. И то, и другое влечет к излишним потерям, и затягиванию игры, и преимуществам противника. Наша игра это управление ресурсами. Вы должны уметь чувствовать и понимать, когда и куда атаковать. Просто размер юнитами недостаточно для победы. Легкая бригада совершила ошибку в начале, да, и во время дэкбилдинга в начале слишком разбрасывалась и размазывалась по карте, не накопила удар, то есть ошибок слишком много для победы. ЖКВ со своей стороны совершает ошибку, то, что позволяет противнику выбомбливать себе флаки 8-8 и не наносят удар. Да, вот здесь вот смотрите сколько юнитов, здесь сколько юнитов. Все это надо двигать вперед, чистить, 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 чистить и чистить, не давая противнику возможности накапливаться, сменять направление удара, делать какие-нибудь гадости, защищаться, выстраивать оборону. Все это вот спокойные действия вот здесь вот позволили притащить сюда еще 17-фунтовку. Ошибка не спрятать сковородку, да, и прекрасная цель для вражеской пушки и сковородка 100% обречена. Ну, то есть она, конечно, может уехать, но вряд ли. Здесь у нас 100-миллиметровка работает не на контрбатарею, желательно было сделать самый умный приказ контрбатарею, в этом случае она бы давно этих самых товарищей подавила бы или как минимум не давала бы им спокойно жить. Сюда можно было притаскивать еще спокойно 8-8 хорошей позиции и таким образом обречь последнюю возможность на выигрыш у Юджина. Юджин, конечно же, может попытаться играть в размены Шерманов и кидать кубики, но это так или иначе закончится для него тотальным разгромом. слишком поздно вылетает, двигает флаг верлинги после выстрела, так, а здесь у нас он собирается протащить пулемет для того, чтобы контролировать вот это поле, да, хорошая позиция, очень хорошая, много стадий сковородок, недостаточно тигров, 30-я минута боя, как мы видим, да, тигры, которые на Б не появились, 8-8 которые были на какой-то стадии, на Б за 160 была только одна, вот от нее это снабжение, так, что у нас тут, бесполезные пвошки, вместо этого нужны 8-8, опять сковородка, ну, в принципе, сковородка, да, хуже, чем тигра, но по большому счету, что сковородка, что тигр для шермана, это слишком, слишком хорошая броня, сидим, перестреливаемся, вылетаем с собакой Павлова, на все, до чего можем долететь, вот, стратегия ЖКВ, в принципе, выигрышная, да, единственное, что пораньше надо было наступать, пораньше надо было долбить, вот, СК-18 надо было выдолбливать, здесь быстрее сейчас, в случае, если ты все-таки не собираешься атаковать, собираешься полностью за контрит противника, полностью, не давая ему никаких шансов на победу, 1-8-8, 2-8-8, СК-18 долбит, 2-ю СК-18 чтобы опять долбило, и сидим еще дальше, да, вот, перестреливаемся только на дистанции 2 километра сковородками, насыщая фронт пулеметами, сколько время вот это будет съесть, непонятно, небольшой удар небольшой группой, пехотинец, да, парочка танчиков, небольшая, слабая довольно панзергруппа, и проблемы у Юджина засветились в полный рост, вытаскивает сразу подкрепление, видите, пехоту заказывает что-то наземное, что требуется для удержания земли, и не заказывает файтер-бомберы, артиллерию, то, что напрягает вас, вот так это и работает, то есть вы поддавливаете противника, противник чувствует, что он начинает сыпаться и заказывает на темную технику, так, одну полуошку артиллерии уже выбомбили, сейчас будут выбомбливать вторую, минометом работают по пулемету, да, комбайн армс от ЖКВ вполне себе качественный, то есть он, как вы видите, на каждого юнита притаскивает контру, он не пытается размениваться, идти там в глупую подкидывание кубиков, то есть он везде пытается сделать, вот, есть позиция, мы ее правильно атакуем, да, вытащим пулемет, чтобы убить пехоту, вызовем миномет, чтобы убить пулемет, мы вызовем там авиацию, чтобы убить танк, мы вызовем пвошку, чтобы пострелять по авиации, в общем, он играет от комбайн армс, это мне нравится, я такое люблю, Юджин пытается играть от такой классической посадил и пытается утащить, от классической легкой бригады, понимает он ее правильно, но исполнение плохое, недостаточно знания матчасти этой бригады, недостаточно микро, как я уже говорил, все проблемы прям на лицо, от ДжКВ давай ДжКВ ну че, давай, 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 вперед, летаем, 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 стреляем, еще кити хавки, здесь у нас разаться идут вперед, смотрят, автопушечки заехали в тыл, ягдпантеры продолжает, ягдпанзер, извините, ягдпанзер, ягдпанзер просто продолжает настреливать минометами по пушечкам, все, ДжКВ прям правильно, мне нравится его комбайн армс, он намного более интересней и качественнее исполнен, чем большинство игроков, не хватает опыта, может быть, или что-то еще, опа, попадание забрал, вот, может быть, реплей мало смотрит, я тоже этим грешу, то есть, а так, качественно, качественно, качественный комбайн армс, волькюрии, видите, правильный выбор пехоты на место, да, огнеметчики слишком сильные в лесу, но все равно и там, и там ближнего боя пехоты идет, не пытается он кидать кубики шоковые, в этом отношении мой, это самое, как сказать, фаворит, мне такие больше нравятся, с другой стороны, мне нравится играть легкими бригадами, которые топчут неповоротливого противника, играющий вот в артиллерию и авиацию, О, и ПВО, это тоже мне прям блестит, я такой уровень геймплея, люблю, поэтому кто мне больше нравится, не знаю, в данной игре, наверное, ЖКВ, потому что играет надежней, что ли, поэтому, опа, минус два танка, прям красота, прям молодец, прям то, что надо, атака уже пошла по всем направлениям, нечего стесняться ЖКВ, его перевес на карте тотальный, вот смотрите, зачистил кучу всего, флаг ни одного не взял, то есть, до того, как у противника все посыпалось, третий раз в игре, да, третий раз в игре, я хочу вам напомнить, здесь он почти уничтожил противника, здесь он почти уничтожил противника, и каждый раз, вот, позицию выбивает, противника выбивает, но последний шаг для того, чтобы просто обрушить для противника игру, не делает, ЖКВ нужно более, тщательно наступать, как-то быть более смелым, да, а Юджин, извини, такая игра не первая лига, я думаю, даже не вторая лига, это все-таки где-то третья лига в данный момент, потому что полное непонимание того, как играет легкая бригада, а на этом все, всем пока!